Египет Египет называют вторым Иерусалимом, потому что с давних пор паломники приезжают сюда, чтобы пройти по пути святого семейства. Почему потомки фараонов безоговорочно приняли Христа? Где останавливалось святое семейство, убегая от солдат царя Ирода? Какое чудо произошло в деревушке Масторот по благословению Бога Младенца? Зачем египетские когты делают татуировки на руках? И почему паломники стремятся в церковь Девы Марии в Мааде? Об этом мы расскажем сегодня в программе «Пилигрим» на телеканале «Спас». Я отправляюсь в путь. Какие неизведанные места меня ждут? Наверное, верующим человеку любую дорогу можно считать паломничеством. Да и как иначе? В дорогу мы отправляемся с молитвой, и где бы ни оказались, находим места, связанные с верой. Мы – пилигримы, которые всегда идут к Богу, всегда в поисках Святого Духа. В этой поездке я решила писать дневник. Буду записывать в него впечатления от прошедшего дня и интересных мест, в которых смогу побывать. Всем добрый день! В эфире телеканала «Спас» начинается новый сезон проекта «Пилигрим». И теперь пилигримом буду я, Олеся Ермакова. И мы отправляемся в новое путешествие, на этот раз в Египет. Так непривычно здесь находиться. Полное отсутствие скоплений людей. Все соблюдают дистанцию полтора метра, магазин закрытый. Но кажется, что жизнь налаживается. Я очень этому рада. Последний раз я путешествовала год назад. Я соскучилась по самолетам, по этой всей романтике. Но на самом деле перед нами высшая цель – пройти путем Святого Семейства. Что обычному туристу известно про Египет? Море, кайтсерфинг, отели, all-inclusive. Но нашей съемочной группе предстоит пройти совершенно другим путем. Мы пойдем древними дорогами, описанными в Священном Писании, по которому Святое Семейство шло с Богом-младенцем на руках. Надеюсь, это будет очень интересное путешествие, настоящее паломничество. И, возможно, самое важное в моей жизни. Пока мы готовимся к вылету, давайте расскажу несколько практических советов для тех, кто захочет последовать нашему примеру. Трафик в Москве сейчас предсказать невозможно. Поэтому лучше всего добираться до аэропорта на электричке, так больше шансов вовремя попасть в аэропорт. Перед отъездом проверьте, все ли документы у вас с собой и взяли ли вы медицинскую маску. В Египте обязательный масочный режим. Кстати, всем путешествующим нужна справка о ПЦР-тесте, сделанном за 72 часа до вылета на английском языке. И, конечно же, страховка жизни с покрытием от COVID-19. Детям до 6 лет проходить тест не обязательно. Имейте в виду, справка должна быть бумажной, с оригинальной печатью лаборатории. Электронные копии на смартфоне у вас не примут. Во всем остальном – это обычные приготовления к путешествиям. Повторить несколько фраз на английском. Ну, вот эти все «How do you do?» или «I'm from Russia». Иногда пары фраз достаточно для установления контакта с иностранцами, особенно в гостеприимном Египте. Кстати, въездную визу можно купить сразу после приземления в аэропорту. Стоит она 27 долларов. Лететь до Каира 4,5 часа. Досмотры в аэропорту очень строгие. Страна, описанная в Священном Писании, сегодня, конечно, совсем не такая, как это было 2000 лет назад. Но мы сюда приехали именно для того, чтобы окунуться в прошлое и самим увидеть хотя бы часть большой евангельской истории. Немного современной информации. Здесь время отстает от московского на один час. Местные деньги называются египетские фунты. Отношение к российскому рублю примерно 1 к 5. Из аэропорта мы сразу поехали в просветительский центр святого Марка. Почему Марка? Это первый апостол, который принес христианство в Египет. И здесь его очень сильно почитают. Мы привыкли, что Египет – это мусульманская арабская страна. Это действительно так. Но здесь также живут и копты. Копты – это христиане. И они хранят традицию христианскую уже более 2000 лет. В Библии описан эпизод, который наверняка вы все знаете. Это бегство святого семейства из Палестины в Египет. И копты восстановили изначальный маршрут передвижения святого семейства. Путешествие Христа в Египет было предсказано еще в Ветхом Завете. Правда, путешествие это было вынужденным. Мы же помним историю о том, что царь Ирод, узнав о рождении Иисуса, повелел истребить всех младенцев. Вот как об этом написано в Евангелии от Матфея. Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Иосиф исполнил волю ангела. Молодую мать с новорожденным сыном на руках он посадил на ослика, и они покинули Вифлеем. Сам Иосиф шел впереди, ведя ослика под узцы. Путь их лежал на запад, границы Египта. В Новом Завете ничего не сказано о том, какие места посетило святое семейство на египетской земле, и как долго оно там находилось. Однако предания коптов, православных христиан Египта, сохранили многие подробности пребывания святого семейства в стране. Самый большой труд об этом путешествии оставил коптский патриарх Феофил. Копты считают посещение Египта святой семьей знаком особого благословения Господа. Ведь именно эта страна дала приют Христу в те трудные годы и тем самым безоговорочно приняла христианство. Вот уже две тысячи лет места остановок Христа, Марии и Иосифа в Египте считаются благословенными и святыми. Мы постараемся проехать и показать вам некоторые места остановок святой семьи в Египте. Образно говоря, это и есть первое христианское паломничество в мире, путь по которому прошел сам Христос. Копты даже организовали специальный маршрут – путь святого семейства в Египет. Он объединяет 25 мест в 11 провинциях Египта от дельты Нила до Верхнего Египта. Длина маршрута более 3,5 тысяч километров. После окончательного обустройства этот маршрут станет самым большим путем религиозного паломничества в мире. В таком непростом пути важно найти хорошего проводника, ведь во многих деревнях Египта не говорят на английском. Основной язык здесь арабский. Нам с проводником повезло – представитель Коптской церкви Магди Сами согласился помочь нам во всех вопросах. У нас в Каире, как я вчера вам рассказывал, есть такие места, где нельзя снимать. Да, как вы знаете, военные места, банки, такие главные учреждения губернатора. Поэтому, если что-то, я вам скажу. Хорошо? Наша первая остановка – пригород Каира под названием Мастарот. Когда-то это была обыкновенная маленькая деревушка. Люди занимали своим хозяйством и в те времена считали, что слово фараона незыблемо. Но когда в деревню пришел Христос с Девой Марией и Иосифом, жители сразу приняли Господа, уверовав в единого Бога. Местечко Мастарот – это пригород Каира. Его часто упоминают в связи с тем, что здесь находится нефтеперерабатывающий завод. Но христиане и паломники со всего мира, конечно же, приезжают сюда не из-за нефти. Это место раньше называли Эль-Мехма, что в переводе с арабского означает «купальня». Мастарот дважды был освящен пребыванием святого семейства в Египте. Первый раз, когда святое семейство бежало из Палестины, и второй раз, когда возвращалось обратно. Именно здесь, в купальнях Мастарота, Богородица купала маленького Иисуса и стирала его вещи. Согласно копскому преданию, по благословению Иисуса Христа на обратном пути здесь забил святой источник, вода в котором не иссякает и по сей день. На месте остановки святого семейства была построена церковь Девы Марии, которая была освящена в 1185 году. И в храме есть три древних престола. А иконы, самые старинные, датируются в 1284 году. Как вы знаете, святое семейство святое семейство в Египте. Карту, которая показывает священный маршрут, в Египте можно увидеть очень часто. 2000 лет, из поколения в поколение. Опты передают эту информацию друг другу, почитают все, что связано с путем Христа, и свято хранят свою веру. Мы попросили священника местной церкви, здесь его называют Абуна, провести для нас небольшую экскурсию по святому месту. Абуна Шерубим рассказал, что этот храм построен на месте пещеры, в которой прятались беглецы. Они бежали, ища спасения. Не было ни какой-то конкретной точки, куда стремилась святая семья, ни какого-то отдельного человека, у которого они искали бы приют. Вся земля стала их дома. В Мастороде семья смогла укрыться в пещере в районе Купалин. Пещера сохранилась до сих пор. Это совсем небольшое помещение, в котором было небольшое отверстие, заменявшее воздуховод. Поклониться святыне издавна приходило очень много людей, и при строительстве храма на этом месте пробили два выхода, чтобы молящимся было удобно приходить в святое место. По местной традиции, копты пишут записки с просьбами Господу и оставляют их здесь же у иконы. По преданию, на обратном пути, по благословению Христа, рядом с пещерой из земли забил святой источник. На этом месте верующие соорудили колодец. Вода в нем не иссякает и по сей день. А для удобства прихожан здесь сделали небольшой водопровод. Можно налить воды из источника прямо из крана. Иконостас храма Девы Марии в Мастороде датируется примерно XIII веком. Вход в алтарь закрывается специальным занавесом с изображением спасителя. Интересно, что в перегородке, которая отделяет алтарную часть храма, есть два небольших окошка. Это тоже обязательная часть коптских храмов. В старину окошки нужны были для того, чтобы священники могли вовремя заметить опасность и спасти святые дары. Также через эти окошки раньше передавали свечи из алтаря. Храм в Мастороде известен и своими чудотворными иконами. Иконы Масторода относят к середине XIII века. Они находятся в специальных коробах. Иконы Мастород Верхняя часть это самый первый мученик в Египте, Истафанос. Когда не решили его упить, он, как Иисус Христос сказал на крест, Бог мой, не воспоминай этот грех. И полная икона показывает нам, как церковь была построена на крови наших мучеников и их Ильи. Верующие молятся и по традиции оставляют рядом с образами свои записки. Служители храма собирают записки и в алтаре возносят молитвы за все просьбы. Коптская иконография – это огромная тема. Сами копты считают, что искусство написания икон родилось в Древнем Египте и унаследовало традиции древнеегипетской живописи. Причем копты почитают и своих древних святых мучеников, и русских святых. Например, в нескольких храмах нам увлеченно рассказывали о преподобном Серафиме Саровском. Прощаясь с Сабуной Шерубимом, я не удержалась и спросила про татуировку на его руке. Я хотела спросить про татуировку. Я вижу, что у вас на правой руке татуировка. Можете пояснить, что это за традиция? Оказалось, что это тоже древняя традиция. Она началась примерно в VII веке во время арабского завоевания Египта. Это была страшная эпоха, когда коптов преследовали за веру во Христа. Христиане были вынуждены скрываться, а чтобы узнавать друг друга, начали делать татуировки на внутренней стороне запястья. С одной стороны, это был тайный знак для своих, а с другой – настоящее подтверждение веры. Христианин однажды, христианин навсегда. Абудыш Рубим сделал дополнительную татуировку в виде креста на запястье и пошутил. По традиции, прихожане просят благословения и прикладываются ко кресту. А он иногда забывчив, и крест забывает. А вот крест, который изображен на руке, не забудешь никогда. Жизнь в Мастер-Оде продолжается. Как и две тысячи лет назад, тут трудятся копты. Тепло принимают гостей. Нас, например, накормили очень вкусными пирожными. И с большим интересом расспрашивали нас о нашей церкви в России. Наш путь по христианскому Египту продолжается. Пока мы исследуем окрестности Каира. Следующая наша остановка – район под названием Маади. Как же здорово, что здесь лето. Мы направляемся в Маади. Нам сказали, что до места добираться 30 минут. Но Каир непредсказуем, поэтому пробки бешеные. Может все растянуться на долгое время. Мы в Маади. Раньше здесь была деревня. А сейчас за этими воротами самый дорогой район Каира. Также Маади – это еще одна остановка по пути святого семейства из Палестины в Египет. Перед вами старинная Коптская церковь. Она стоит на правом берегу Нила и тоже освящена в честь Пресвятой Богородицы. Это одно из самых святых мест Старого Каира, потому что с ним связано несколько библейских событий. Здесь произошло два знаковых события, которые объединило историю Ветхого и Нового Заветов. Вот к этому берегу волной прибило корзинку с младенцем, в котором впоследствии окажется Ветхозаветный пророк Моисей. Вы, конечно, помните эту историю. Фараон обратил евреев в рабов, а всех младенцев приказал топить в Ниле. Мать будущего пророка, понадеявшись на Божью волю, спрятала корзинку с младенцем в тростниковых зарослях. Дочь фараона нашла ребенка, жалилась над ним и решила воспитать. Само имя Моисей означает «вынутый из воды». Также это место связано и с Новым Заветом. По преданию, именно здесь Святое Семейство сделало остановку на пути из Палестины в Египет. Это событие сделало храм в Мааде настоящим местом паломничества верующих людей. Сюда приезжают тысячи паломников-христиан со всего мира, чтобы побывать в святом месте благословленным младенцем Христом. Копты бережно хранят прибрежную пещеру, которая в годы гонений стала убежищем и храмом. Это что? Это подвал, куда убегали наши первые христиане при нападении бедуинов. Когда у нас будет, например, литургия, и они нападают на церковь, они сразу начинают бегать туда, в подвале, и продолжат нашу литургию именно использование священным алтарем, который мы и будем увидеть сейчас. Хорошо, то есть сейчас это убежище? Да. Убежище. Да. Реставрация сделана несколько раз в этом месте, чтобы хорошо сохраняться, как вы его увидите сейчас. Потому что это принадлежит где-то 3-му или 4-му веку. И я чувствую, что здесь воздух от реки идет. Да, точно. И все пролывается. Да, потому что у нас есть другая дорога, куда мы будем добраться до реки Ниль тоже. Хорошо? Хорошо. Мы можем в конце этой дороги увидеть алтар. Вот этот алтар, о котором я только что вам рассказывал. Когда бедуини нападают на церковь, они сразу убегают и продолжат нашу литургию, здесь. И люди, конечно, вот они по очереди там стояли, стояли там, в бодвале. И после этого они поднимаются наверх, как будто что ничего не было. Это обычная процедура, которая повторилась в историю нашей церкви очень много раз. Поэтому в каждом монастыре или в каждой церкви большинство, чтобы быть конкретным с вами, можно увидеть либо очень большая, высокая стена, которая похожа на крепость, где можно спрятаться от врагов, либо вот такой бодваль, где мы находимся с вами сейчас. Либо так, либо так. То есть получается, что исторически вы были вынуждены искать убежище. Да. Кстати, эти попытки или эти нападения дали нам даже силу держать веру. И до сих пор наша церковь развивается и будет так навсегда. А еще одно событие уже современной истории связано здесь с обретением Библии, которую впоследствии назовут «плавающей». Это была настоящая сенсация для всех христиан Египта. 12 марта 1976 года рядом с древней церковью в Мааде произошло чудесное явление. После литургии люди заметили книгу, плавающую на поверхности воды. Воды Нила прибили к берегу Библию, раскрытую на той странице книги пророка Исаии, где сказано «Благословен народ мой, египтяне». Библию поместили в стеклянную витрину в маленьком помещении, пристроенном к церкви слева от входа. Это самая плавающая Библия. Практически страница даже мокрая. Такие следы, как будто ее только что вытащили из воды. Здесь даже кто-то пытался сделать снимок. Люди из Аксандрии приезжали, попытались сделать снимок Библии. И вот изображение Божьей Матери, Иосиф и Богомладенец проявился на снимке. Храм в Мааде – обязательное место паломничества христиан со всей Африки. Об истории храма нам рассказал Абуна Стефан. Церковь в этом районе известна уже с IX века. Многие путешественники-хронисты упоминают о ней в своих записях. Храм имел несколько названий, но всегда был посвящен Пресвятой Богородице. За многие годы церковь в Мааде претерпела несколько реставраций. Самая главная из них прошла под эгидой государства. Для коптов это очень важно, ведь мы же знаем, что христиан в стране не очень много – около 15%. Традиционными для храма иконами считаются Богородица-млекопитательница, Спас и образы апостола Марка, который был основателем христианской церкви в Египте. В этом храме есть еще одна интересная деталь – колодец, доступ к которому есть прямо из храма. Во времена разлива Нила воду отсюда использовали в богослужениях. Но после строительства Асуанской плотины в конце 60-х годов Нил разливаться перестал, и колодец в Мааде опустел. Остался только как исторический артефакт. Решили посмотреть с воды на церковь Эль-Мааде. Честно признаюсь, мне даже не по себе. Я не представляю, как это было тогда, когда Богородица с грудным младенцем на руках, как они плыли по этой бушующей реке. Уже в средние века на этом месте построили храм. А до этого времени это было просто почитаемое коптами священное место с пещерой, в которой переночевало святое семейство. И отсюда на утлой лодочке семья пересекла Нил, чтобы продолжить свой путь по левому берегу реки. Надо сказать, что вообще вся жизнь в Египте сосредоточена вдоль воды. Очень символично, что и Христос принес в эту страну живую воду веры, которую христиане Египта бережно сохраняют 2000 лет. Мы живем в мире, который постоянно меняется. Мы даже не вспомним, сколько всего изменилось за последние годы. Но здесь, в Египте, убеждаешься, что есть настоящие вечные ценности. Это вера в Бога и христианская любовь. Это проект «Пилигрим» на телеканале «Спас». Я Леся Ермакова. Мы двигаемся дальше. До встречи!